Всем привет! Баббл на связи, с вами Маша. И, по-моему, пришло время обсудить топ-5 комиксов, которые подарят вам по-настоящему хэллоуинскую атмосферу. Комикс, в котором собралась вся нечисть. Без собой. Я уверена, что вы слышали о комиксе без собой, даже если не читали ни одной линейки Баббл. Почему? Потому что вы смотрели фильм «Майор Гром. Чумной доктор» и слышали там про киллера с крысой. Алло. Киллер с крысой? Что за дичь? Евгений Борисович. Но это же не просто киллер с крысой. На самом деле это целый мир, наполненный нежитью, демонами, ангелами и прочими интересными персонажами. Это история про Данилу Бесобоя, который должен бороться с демонами, истреблять их и изгонять из нашего мира. Но даже если вы не любите такие мрачные вещи, не спешите откладывать этот комикс. Здесь добавляется огромное количество интересных новых персонажей, которые точно не оставят вас равнодушными. И, к слову, история сама уходит вообще к библейским отсылкам. А также здесь притаился необычный шаман-татуировщик, девушка, вынужденная соседствовать с кошмаром в голове, демоны, ангелы и по-настоящему криповые персонажи. Если вы соскучились по истреблениям демонов, нежити и масштабным историям, вам обязателен к прочтению Бесобоя. И не волнуйтесь, если вы приобретете всю эту линейку на нашем сайте или в приложении уже сейчас, то к Хэллоуину вы обязательно успеете его прочитать. Комикс, который напомнит о детских страхах. С первого взгляда этот комикс рассказывает о ордене книгачеев, магии и книгах. Но это только если вы открыли первые страницы. Нужно заглянуть дальше. В первую очередь, это история Лили Романовой, студентки ордена книгачеев, которая вынуждена сталкиваться с различными книжными персонажами и отсылками, многие из которых по-настоящему жуткие. Но, кстати, о них мы говорили в другом топе. Можете посмотреть где-то вот здесь. Эта история наполнена огромным количеством по-настоящему ужасающих метафор, а отрисовки и некоторых страниц ну просто не оторвать глаз. В прямом смысле. Персонажи здесь собраны не только из детских сказок, но и из чего пострашнее. Например, вспомним старину Лавкрафта. Ну а уж амбиции антагонистки Агаты, которые раскрываются полностью ко второму дыханию, ну поистине ужасают. И если вы хотите узнать мотивацию этого персонажа, открывайте скорее Экслибриум. Он еще в процессе написания и выпуски выходят каждый месяц. Ну а мы идем дальше. Комикс, который окутает вас атмосферой психологического триллера. Да, этот комикс продолжение Красной Фурии, но его можно читать и без учета первого дыхания, хотя я, кстати, рекомендую. Этот комикс рассказывает нам историю Ники Чайкиной, уже знакомой кому-то шпионке, бывшей воровке, которая не смогла противостоять злу и проиграла свою самую главную битву. В этом комиксе мы наблюдаем не столько за экшеном и за боевкой, сколько за раскрытием отношений персонажей, психологизмом и настоящим хоррором, который на самом деле скрывается в людях, а не в каких-то кошмарах из-под кровати. Предупреждение. Читать этот комикс нелегко, и он может не подойти тем, кто хочет отвлечься на этот Хэллоуин на что-то незатейливое и приятное. Однако история персонажей, запрятанная внутри этого комикса, по-настоящему потрясает. И, к слову, концовка здесь не совсем хэппи-эндовская, относительно, но с большими потерями. Так что будьте готовы к по-настоящему тяжелой истории, такой же тяжелой и увесистой, как этот Харт. К слову, его вы можете приобрести на нашем сайте Баббл. Переходите скорее по ссылке. Комикс, в котором вы вспомните ужастики. Нечистая сила. Что будет, если совместить потустороннее явление и рок-концерт? Будет нечистая сила. Это история простого гитариста Кости, который, ну, очень хотел попасть в рок-тусовку, в рок-банду и выступать на классных концертах. И его мечта сбывается. Однако в этом комиксе все не так просто, как кажется на первый взгляд. Потому что рок-группа оказывается на поверку довольно-таки жутковатой. Но это только первое впечатление. Кстати, у Кости в этом комиксе есть одна необычная особенность, которую редко встретишь в комиксах. Вы можете узнать о ней, открыв уже первые страницы. И передана она здесь, ну, просто потрясающая. Если вам хочется вспомнить, что такое скопление людей, драйв и отрыв, скорее открывайте этот комикс. А еще Артем Безяев действительно шарит в Хэллоуине. Чего стоит только одно Лего с Бабой Егой. Но если вам нравится стиль Димы Дубина, провинциальные каникулы, то вы его найдете на этих страницах. Потому что автор один и тот же. Карантинная книга актуальна всегда. К слову, о скоплениях людей и ковидных временах. Вот и карантинная книга подъехала. Комикс рассказывает об ироничных историях, случившихся с персонажами комикса Безобой, которые вам уже знакомы. Почему? Да потому что вы уже успели прочитать всю линейку, пока я вам рассказывала этот топ. Эта книга наполнена веселыми зарисовками о Безобойской семейке. Здесь вы найдете и святого доставщика, и Яну, который пытается записаться к парикмахеру, и загрустивших Ярха и Борджика. Эти зарисовки не оставят вас равнодушными. Ну, ну просто посмотрите на эту прелесть. Если хотите приподнять все настроения после всего такого ужасающего и пугающего, вам в эту книгу. На сайте уже вышла альтернативная хэллоуинская обложка. И это еще один повод познакомиться с этим комиксом. Наш выпуск подходит к концу, и я надеюсь, что теперь вы знаете, как окунуться и прочувствовать на себе хэллоуинскую атмосферу. Пишите в комментариях ваш любимый, жуткий, хэллоуинский, криповый, пугающий комикс Баббл, потому что на самом деле это лишь малая их часть. Один игры громче вас стоит. А может быть, вы вспомните Мироходцев? Там ведь тоже много сказок, мифов и легенд. Они ведь не обязательно должны пугать до мурашек. Ну а с вами была Мария Филиппова. Читайте комиксы Баббл. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok